В этом году наша спортивная школа отмечает 15-летие свое. Вот у нас стенд подготовили, так как мы не можем ничего организовать, никакие соревнования, хотя бы вот так вот, чисто, это в интернете разместили информацию о наших лучших спортсменах. Здесь у нас расписание тренеров, здесь занимаются у нас 70 человек лыжников и 120 человек лыжников. Это чисто вот здесь вот, да, на этом месте. Есть расписание тренеров, которые здесь работают. Саша Торкин мастер спорта. Это вот две девочки-лыжницы, Наташа Мирнова и Ребрадимова. Наташа была молодежная сборная. И Сироткина, да, я в этом году выполнил мастер спорта народный баскополевый прельвет. Ну и она уже занимается, конечно, в Москве. А это наш тренер действующий, только в муливой прельвет. Это вот спектлонисты Юлия Неволина, также мастер спорта. Катя Смирнова. Это стрелки, тоже ребята. Вот того, по кому мы подготовились за этот период. А это наш лучший, как говорится, представитель, наши тренеры, преподаватели, которые здесь работают. Вот тоже лица для тренок, чтобы это вот для приезжих, которые уезжают, переодеваются, переодеваются. Также вот эти шаговки. И в центре города находится и красса, и спортивная школа. Добираться очень удобно, и в пешей доступности все. И все автобусные маршруты происходят. То есть, мастер, в общем-то, уникальный. Прокат? Если кто не имеет. Прокат есть. Вот у нас же парк здесь, и в парке есть прокат. Но, пенажер там небольшой, но все-таки круговую треневку можно провести. И здесь также проводит дренаж. Ребята, вот видите, если пока нет, занимается, да? Солой берут. Да, берут винтовочки, чтобы подобрать дренаж. Моакалитер. Дренаж, это хорошо. Да, да. Вот все в сануке сейчас, пока я беру, там вот все в сануке. Стоит все в эти сануке. Вот то, что, это вот калы для подготовки, пока сняты в станке. Вот здесь, вот здесь, вот, работает вытяжка, включается все. Вот здесь пиктрализирована комната с вытяжкой. Да, да, вот у нас работает. Ждем снега. Вот, все как-то вот так у нас. Конечно, винтовки. Также у нас, смотрите, было, не помню, в 10-м году или в 8-м году, мы получили по линии СБР инвентарь. Да, ну вы начали, безначально, я уже закуплю, сначала, как-нибудь, 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 как-нибудь. То есть, эту систему придумали. Начали работать в этом плане. Но мы начали еще, когда у нас пневматики еще не было, вот такой, вот такой срок, когда нам изначально поможет. Потому что переделаны, которые... Я пока на подходку пользуюсь, несмотря какой диаметр мишени. А вот изначально, как срок, кислород, легкая стойка. То есть, газополонные, в этом, в том числе, полтора сантиметра. А здесь три метра. Ну, вы, я думаю, понимаете, качество выстроено. А мы, знаете, так пробовали даже, не 10 метров, а 15 метров. Ну, она будет стрелять. Она и так и попадает... Три, три сантиметра, наверное. Пять стоит, ну, это очень большие души. Это, если говорить, нужно параллель проводить, то мы изначально докладываем очень слабые параметры, если стрелковые, то, на, я имею в виду, на вот этих, что нужно на поршневую, потому что саму вашу не стреляет точно. Поэтому мы детям даем некий такой люк. А газополонные винтовки, даже то, что стреляют, с чем улухи, у них точность выстроена, ну, или пуля, пуля, стремя, стремя. И тот склон у нас считается крутой. Там республики крутые, их подъемы, здесь более пологие. А вот это вот, раздается, здесь насчет опилопресса нахомоцифанах, это вот как начинается с ней, попадает побыстрее, где можно накидать свежечку, вот это окончается к ручке, там где-то метров по сентябре. Я вообще рада, что доехали мы сюда, к вам, к Кинишну, потому что давно хотели посмотреть, где и ребята наши тренируются. У нас много кто соревнуется, приезжает. Не так, наверное, массово, как хотелось бы, именно кишинских ребят, именно на кубке на нашем. Что касается стадиона, то, безусловно, есть что исправить. Как раз проблемы мы рассказали, но то, что я вижу роллерную трассу, вижу освещенную трассу, это, знаете, это большое очень дело, потому что позволяет тренироваться в бесснежное время роллерная трасса, а освещение, оно дает возможность в вечернее время. Сейчас мы уходим в зиму, а день короткий, и все, знаете, так очень сильно сужается, тем более после школы ребята не сразу могут, наверное, прийти на тренировочную базу, и в темноте, конечно, это опасно тренироваться. А свет позволяет продлить это время. Сама просто тренировалась, когда не было освещенной трассы. Знаю, что это такое, насколько это сложно. Хотя тренировалась в Мурманске, поэтому тут у вас созданы условия, и то, что много очень кругов, которые позволяют, с разным рельефом. Даже вчера в Иваново мне министр рассказал, что здесь у вас столица лыжно-биаклонная, что очень хорошие трассы, рельеф, пересеченка. Это все говорит о том, что здесь потенциально очень сильные ребята. И я знаю, что именно в таких глубинках работают настоящие тренеры, и ребята отсюда самые сильные вырастают. Нужно только немножко помогать, помогать, внимание оказывать, а там они уже сами, что называется, цепляются, и друг за дружкой появляется конкуренция, друг за дружкой растут, и, соответственно, приводит к росту мастерства. Мы сейчас мониторим ситуацию, не все так просто, и многие регионы, скажем так, ну, так же, как и в вашем, есть ограничения. По декабрю месяцу мы уже точно Кубок Анны Богалевский мир отменили. И как бы не было больно это осознавать, но, возможно, даже в январе месяце не все пройдет по тому сценарию, который мы бы хотели увидеть. Поэтому до 16-го числа пока пауза, а 16-го выйдем на связь вместе с Абзакова и будем принимать решения по монетогурству. Быть сильнее. Закончили. Понимаешь? Я никуда не могу, что маску сегодня. Стоять. Давай Захарку. Захарка у нас эта.